Сегодня утром в том месте, где, говоря математическим языком, скрещиваются улица Малышева и Горшинский подход, то есть на Малышевской развязке, случился очередной замес с участием фуры. Можно даже сказать очередной замес с участием только одной фуры. На сей раз беленькой Исузу. Напомню, что недалее, как вчера утром, на Икаде, возле развязки с московским трактом, синеголовая фура исполнила соло, без посторонней помощи, сбилась с курса, пробила металлический отбойник и с головой бросилась в омут, ну, в смысле, в кювет. Пилот на ровном месте почему-то не справился с управлением. В результате левая бочина тентованной фуры прорвалась, и часть продукции компании СибАгра вывалилась на Икад. Вчера мы вкратце рассказывали о самом фурокрушении. А завершилась эта история тем, что приехала другая фура, и бригада грузчиков товар в нее перетаскала. Ну, а завязшего в болоте бегемота вытащил из засады желтый грузовой автоэвакуатор «Вольво» с госномером 557. Этот номер важен в свете сегодняшних утренних событий. Вот мы не знаем, насколько часто раньше этот эвакуатор выезжал на крупногабаритные ДТП, но в сентябре ему явно работки подвалило. Вчера утром он фуру вытаскивал, и сегодня утром он же прибыл на Малышевскую развязку возвращать на лапы падшую Исуцу. Декорация такая. Белый фургон с 750-ми подмосковными номерами, груженный продуктами питания, катился по Егоршинскому подходу и по развязке стал подниматься на Малышевский мост. Но молодой пилот, видимо, превысил скорость. Не вообще превысил, а для крутого поворота превысил скорость, не вписался в габариты трассы, а впрочем, долой отсебятину. Я на бордюр в основном залетел, я в 50-е не рассчитал просто скорость, и все, и на бордюр залетел. Куда он? И перевернуло, да. А, вон там он что-то? Да. Вот согласитесь, видно, что человек из Подмосковья, а не из-под Ленинградья. Бордюр, а не поребрик. Сам он, как видно, при падении Исуцу на водительский бок здоровьем не повредился, никого не придавил, и, естественно, перекрыл одну полосу и породил пробку. Но главное, все живы-здоровы, а остальное дело техники.